Виноградников на Кубани станет больше. Власти края в два с половиной раза увеличили субсидии на их закладку. Ставку утвердили в июне, в нее заложили возмещение затрат на посадку и уход за виноградниками. На эти цели направят около 180 тысяч рублей, а это почти 80 процентов затрат на все виды работ. В прошлом году эта сумма была меньше на 110 тысяч. Документ опубликован на сайте Краевой администрации. Еще одна новость о виноделии. В России установили минимальную цену на шампанское. С 26 июля розничная цена на бутылку игристого объемом 750 миллилитров составит 164 рубля, сообщает в Росалкогольрегулирование. Согласно приказу Минфина, минимальная отпускная цена на шампанское составит 115 рублей за бутылку, оптовая – 133. Этот вопрос обсуждался в течение четырех лет. Главное цельного введения – борьба с теневым рынком алкоголя. Чиновников ждут штрафы за срыв сроков строительства школ и больниц. Предложение внесено на рассмотрение Госдумы. Для должностных лиц предусмотрена административная ответственность за срыв сроков инвестиционных проектов с участием государства. Ранее Минфин опубликовал проект поправок в КААП, который предусматривает для чиновников штрафы от 10 до 50 тысяч рублей и дисквалификацию от 1 до 2 лет за нарушение порядка предоставления межбюджетных трансферов, в том числе предназначенных на финансирование капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности. Половина российских семей с детьми имеет финансовые проблемы. Это данные в ЦИОМ. Почти 45% семей с одним ребенком и 55% с двумя и более детьми не справились в последние три месяца с обязательными расходами, то есть не оплачивали услуги ЖКХ и не покупали необходимые лекарства, назначенные врачом. Чаще с финансовыми трудностями сталкиваются те семьи, где основным источником дохода является заработок. Те, у кого им служит пенсия или другие социальные выплаты, реже жалуются на проблемы с деньгами. Согласно данным Росстата, в мае 2016 года доходы населения сократились на 5,7% в годовом исчислении. Доллар сегодня потерял 55 копеек. Официальный курс американца, установленный Центробанком на сегодня, составляет 64 рубля 25 копеек. Европеец сегодня тоже потерял 50 копеек. Официальный курс евро, установленный Центробанком на 29, июня 71 рубль 21 копейка. Это когда вырастут мои дети.